Всем привет! Сегодня поговорим о вымирании бегемотов, более утоляющих моллюсках и гениальных псах. Подробности далее. Биологи из университета Юты в Солт-Лейк-Сити выяснили, что уничтожение слонов на территории Уганды браконьерами привело к резкому сокращению в численности бегемотов. Как объясняют ученые слоны и прочие крупные травоядные животные являются природными скульпторами экосистем, которые управляют видовым разнообразием и численностью многих видов флоры, в том числе и соотношением трав и тревесных растений. Исчезновение слонов привело к тому, что деревья, которые раньше объедались и вытаптывались слонами, начали захватывать новые площади и вытеснять травы. Уменьшение в площади травянистых саван, как считают ученые, поспособствовало резкому сокращению в численности бегемотов в Уганде. Российскими учеными из Института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова Рана определена кристаллическая структура нейротоксического пептида альфа-конотоксина GIC, извлеченного из ядовитого моллюска конус географус. Конотоксины действуют на нервную систему, как обездвиживая и вызывая боль, так и вызывая приятные чувства у своей жертвы. Или же они могут снимать болевой эффект в случае удачного сочетания действия нескольких конотоксинов. Дальнейшие исследования помогут в разработке новых анальгетиков. Ученые из Лондонской школы экономики и политических наук и Единбургского университета работают над созданием теста для определения коэффициента интеллекта у собак. Как и в IQ-тестах для людей, животным предлагают справиться с рядом заданий, чтобы продемонстрировать свою смекалку. Ученые утверждают, что собаки одни из немногих животных, у которых иногда встречаются признаки, характерные для состояния слабоумия. Поэтому результаты анализа интеллектуальных способностей этих животных помогут лучше узнать природу умственных расстройств у человека. Собственно, кроме собак есть и другие животные, структура интеллекта которых может помочь ученым больше узнать о том, как устроена психика человека. Но именно наши четвероногие друзья проявляют достаточную долю энтузиазма, участвуя в исследованиях. Это были самые усато-полосатые новости науки на сегодня. Пока!